Продолжение следует... Божья милость, Божья благодать, радость в вашем сердце наполняет ваши семьи, вашу жизнь, ваше служение во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Пастор Александр Пекун, Свет Евангелия, Light of the Gospel. Welcome back, пастор Александр. Спасибо, спасибо, очень приятно. Ну, мы будем говорить в преддверии праздников великих. У тебя есть возможность также обратиться к нашим зрителям, поздравить. Дорогие друзья, хочу поздравить всех вас с самым, наверное, ярким праздником, самым мирным, самым радостным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Если бы мы только понимали, сколько радостей, сколько торжества и мира было в небесном Царстве. Даже пастухи видели ангелов, небо пришло в движение, немножко нам приоткрыто окошко в духовный мир, и Рождество Иисуса Христа сопровождалось просто яркими, потрясающими действиями Бога. Я бы очень хотел, чтобы в эти дни мы снова могли пережить это в нашем духе, духом святым, чтобы получить от Бога благодать. Что интересно, пастор Алекс, что народ, там написано даже в пророчествах, живущий во тьме, увидел свет великий. Я так сравниваю эти места и то события в то далекое время, я вижу, что как-то оно смежно между тем временем и нашим временем. Смута отовсюду, смута с Европы, смута с Израиля, смута там и смута сям. Действительно, тьма покрывает землю. И вот в этом всем, что происходит в последнее время, в последние дни, у нас есть причина, как ты говоришь, для радости. Яркость события во имя Иисуса Христа, пусть она не омрачит, вот все-таки самое основное, что мы имеем сегодня во Христе Иисусе, родившимся некогда. Мы будем об этом говорить с пастором Александром, друзья. Поэтому удобно устраивайтесь, у нас тема как разжественская тема. Поэтому, пастор Александр, тебе слово. Все, что на сердце. Мне кажется, что в нашей церкви мы решили в декабрь месяц просто говорить о Рождестве. Наблюдая то, что мы проходим сейчас, то, что каждый человек испытывает сейчас. Действительно, наверное, реально мы видим, что людям нужен снова некое переживание от Бога, переживание, которое есть в Рождестве. Ты уже сказал, Юрий, о том, что люди жили во тьме. Если так можно сказать, тьма – это просто отсутствие света. Отсутствие Бога, отсутствие Бога или отсутствие участия Бога даже в Божьем народе привело просто к катастрофическим событиям. В личных переживаниях, последствиях, плена, рабства, зависимости. Но если суммировать, если все это упразднить, упростить, то только это одно. О том, что Бога не было рядом. Молчание, 400 лет молчания. Последний пророк написал свою книгу пророческую больше 400 лет назад. И он закончил эту главу, что «Я пошло пред собой, Ангел Дух Илья придет, подготовит путь». То есть, говоря об Ян и Крестителе, и с тех пор пришло молчание. Мне кажется, что мы сегодня живем, сложно сказать, подобное время, но в подобное время. Хотя Бог сегодня не молчит, но люди все равно живут во тьме. Люди окунулись вот в состояние, где меньше Бога, где отсутствует Его живое слово, где не слышен голос Его Святого Духа, и поэтому находятся сегодня больших переживаний. А поводы для переживаний, их предостаточно. Эти войны, просто ужасные войны, кровопролитие. Да что говорить в нашей стране Америки, благополучной стране Америки. Сколько каждый день разрушается суть, сколько молодых людей заканчивают свою жизнь самоубийством, сколько людей умирает от наркотиков, от передозировки каждый год. Это правда, мы сегодня живем и во тьме, но для нас есть свет. Никто, ни один человек не должен находиться во тьме, потому что Бог посылает сегодня нам свой свет. Вот если бы та истина, о чем ты говоришь, чтобы оно было принято. И принято так вот по-настоящему, по-настоящему, как ты говоришь, что вот эта радость, отсутствие радости, оно прямо в атмосфере, оно чувствуется в атмосфере. Заходишь, некогда, я помню, когда мы приехали, прожив, наверное, еще 10-15 лет в Америке, еще заходишь в какие-то супермаркеты праздничные, месяц этот праздник, как-то оно возвышено. Сейчас идут навстречу люди на лицах, неизвестно, что написано, отсутствие радости. Прям хай и бай было сплошь и рядом, на Рождество, я же помню. Ты тоже прожил не менее 30, наверное. И мы видели хай, улыбки, отсутствие совершенно сейчас. Я зашел в магазин, прям смотришь на людей, как будто марсиане ходят. И вот это какая-то неприездь, какая-то вражда, какое-то такое, ну нету этого контакта, нет этого фэллошипа. Просто как, откровенным, прямым языком говоря, как нации, нет общности как нации. Разрозненно. За исключением, пастор Александр, я всегда добавил, за исключением, есть группа людей, есть общество людей, которые не живут по стихиям страны, или стихиям мира, или стихиям общества, они не живут. Это особая группа людей, общество, которое между народами не числится, но это истинная церковь Иисуса Христа. Писание говорит, что тьма покроет землю и мрак народы. Мне кажется, что вот то, что мы видим, мрак покрывает народы. Наверное, такого изобилия, таких возможностей, которых человечество жило последние 10 лет, я не знаю, или когда-либо помнило историю. Но при всем этом люди не находят внутри себя удовлетворение, мира, спокойствие, Царствие Божие, которое принес для нас Христос. Поэтому хотелось бы, наверное, сегодня поговорить более таких, взять из Писания, но о практических вещах, что поможет нам сегодня иметь праздник, который приходит от Бога, иметь радость и мир, который приходит от Него лично. Потому что если мы не научимся это иметь сейчас, этот мрак, эта тьма может покрыть и многих верующих людей своей суетой, своими переживаниями, своими страхами, своими самые простые вещи. Сколько сегодня anxiety, то есть, или волнения, которые удручают людей. Я раньше не знал такого слова. Сейчас в любой церкви, скажи проповедь о волнениях и призыве к молитве, будет очень много людей, и мужчин, и женщин. Почему? Я думаю, что нам есть о чем поговорить сегодня. Давай, поехали. Давайте мы возьмем сегодня, прочтем вместе с вами, Евангелие Луки, 2 глава, возьмем с 8 стиха по 20. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сев. И все слышавшие удивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, каким сказано было. Рождество Иисуса Христа – потрясающий праздник. Так много можно взять для себя. В первую очередь, Бог открыл себя, кто Он есть. И, наверное, самое яркое, то, что мы видим, что независимые истории, расстояния, препятствия, то, что Он сказал, так и будет. Сказал Он, что родится сын, сказал, что родится от Марии, сказал, что родится в Вифлееме, сказал, примерно когда и так совершилось. Но в этой истории есть трагическая часть, печальная часть. Наверное, это та часть, о которой мы начали сегодня говорить о состоянии души человека, о состоянии духа человека. Ведь для многих людей рождение Иисуса Христа было просто незамечено. На этот большой праздник, который Израиль знал из пророческих, они могли кого угодно научить. Они могли рассказать, даже помнишь, когда пришли волхвы, и позвал их Игород, и сказал, где должно родиться царю иудейскому? Они сказали, в Вифлееме. И вот так написано, ты, Вифлеем, земля Иудина. Они точно все предсказали то, что написано. Но, к большому сожалению, они никто не были уч... Они ожидали этого явления. Ожидали они один год. Ожидали в трудных обстоятельствах, стесненных обстоятельствах. Их обстоятельства были намного сложнее. Чем обстоятельствах, которые испытывают множество людей на земле. Но при всем этом, при их ожидании и знании, они не оказались там. Бог почему-то сокрыл от них. Это великое чудо. И третья часть, на которую, наверное, хотелось бы обратить внимание, что в этом празднике есть третья часть. Бог учит человека. Учит, что нужно нам для того, чтобы нами сегодня не пропускать то, что делает Бог. Праздники, которые приходят от Него. Участие, которое от Него. Поэтому мне кажется, что в этом тексте есть несколько практических моментов, которые я хотел бы... А ну-ка. ...на правильность. Первое, друзья, это бдительность. Что такое бдительность? Бдительность – это повышенная внимательность и готовность что-то делать. Написано в той стране... Сейчас я... На поле пастухи, да? Да. Но там очень интересное место написано. Я хочу именно это подчеркнуть. Несли стражу. Содержали ночную стражу. Содержали ночную стражу. То есть содержали. То есть они содержали стражу. Содержали стражу в ночи. Наверное, никого не осталось в Израиле. Кто бы мог так бодрствовать и внимательно. Поэтому сохранять свою стражу или быть внимательным – для этого необходимо некое действие, целенаправленное действие. Поэтому, когда мы знаем, что Бог сказал, нам нужно еще быть внимательным в то, что Он сказал. Например, сегодня все говорят – это последнее время. Все, скоро придет Христос. И мне очень хочется всем сказать, а что ты делаешь? Что ты делаешь сегодня для того, чтобы ты был частью этого великого пришествия? Ты был частью взятия Его церкви, восхищением Его невесты. Что ты делаешь сегодня? Ведь они тоже знали, что оно придет. Они знали примерно события, которые должны сопровождать это явление. Но у них не было внимательности. Они не были внимательны к Богу. Мне кажется, что это проблема сегодняшнего христианства. Всякий раз, когда мы попадаем в какие-то трудности, очень часто это является причиной нашего невнимательности к Богу. Я как-то говорил об этом проповедь в церкви, и подошла ко мне одна старшая женщина. И говорит – Александр, говори об этом смело. Увещай людей, просто говори людям. Я говорю – а почему вы так говорите? Потому что мои родители так потеряли сына. Отец, говорит, он был пастором, мама была молитвенница. Но однажды в воскресенье утром они поднялись перед собранием, они собирались перед собранием, и одного и второго Дух Святой побуждал зайти в комнату сына. Сыном были какие-то не совсем… Ну, где-то он охладел к Богу, где-то проходил трудные времена своей жизни. Вот, и Дух Святой побуждал их зайти к нему. Но они решили собрание, после собрания. Когда они пришли домой, после собрания было слишком поздно. Этот молодой человек наложил на себя руки, забрал свою жизнь. И поэтому эта семья, пережив вот такой шокирующий момент своей жизни, яркий, который можно различить, они сегодня говорят вместе, наверное, с этими пастухами, будьте внимательны к тому, что делает сегодня Господь. Вот это сильная мысль, пастор Александр, содержать. То есть, содержать, только лишь содержа, вверенное тебе, в данном случае им были верены пастухи. И они делали это тщательно. Видно, делали не так, как для своего хозяина. И, возможно, они содержали, эти овцы были предназначены для храмового служения. Мне кажется, чтобы разводить эту мысль, это то, что должны были делать священники в Доме Божьем. Ведь они были поставлены не только курение приносить, жертвенники по написанному расписанию, не просто нести свою службу, когда им, не просто левитам петь. Их главная задача быть внимательным к голосу Бога, чтобы заботиться за Божий народ, за своих овец. Но мне кажется, что Бог не нашел их в должном состоянии. Мы знаем, что Он не нашел. Поэтому единственное, кого Он нашел, которые были очень похожи на то, что должны были делать священники, Это делали пастухи, и они это оказывали за своих овец. Они должны были быть внимательны, чтобы какая-то овечка не ушла, чтобы какой-то хищник не пришел. Это ночь. Они были вместе. Но они содержали свою стражу. Не думаешь ли ты, это так созвучно, это так, если провести параллель, духовную параллель, главы семей, главы семей на сегодняшний момент, они должны содержать. Содержать свои семьи, содержать своих, содержать детей, дочерей, сыновей. Вот начиная с себя, начиная со своего дома, а затем Бог может добавить, что ты можешь и содержать. Я добавлю в этом смысле. А ну-ка. Христос сказал, когда увидите все сие сбывающие, что сделаете? Восклоните. Поднимите ваши головы, что значит это. То есть поднимите ваше внимание не на сбывающиеся знамения, не на знаки. То, что мы увидим на земле, наверное, увидим больше, чем происходит сейчас в военных конфликтах и тому подобное, потому что все это предсказано Богом, Писанием, пророками. Но это не наша цель. Чтобы это нас настолько увлекло, чтобы мы знали, что Он скоро придет, но Его не заметили. Нам нужно поднять внимание и очень бодрствовать, и нести свою стражу, как страж, внимающий, с повышенным вниманием, с готовностью что-то делать, наблюдать за тем, что делает сегодня Господь. Продолжай. Тебе хорошо идет, брат мой. Второе мысль, которая практически для нас совет, это то, к чему этих людей Бог ввел, можно сказать, в откровение, сделать часть этого великого события. Второе. Нам необходимо состояние необходимого смирения, позволяющего Богу проявить себя. Когда мы посмотрим на рождение Иисуса Христа, то в рождении Иисуса Христа самое яркое послание для человечества. Есть послание о великом смирении. Я хотел бы, вот, чтобы мы это увидели. Все, что было связано со Христом, это было очень уничиженным и смиренным состоянием. Мария и Иосиф были из бедной семьи. Когда они ехали, они добирались на перепись, не на шикарных автомобилях. Беременная женщина на девятом месяце. на ослике. Но я думаю, что это самое смиренное состояние, которое может ни карету, ни какую-то, хотя бы повозку какую-то, уложенную как-то соломой или сеном, или еще какие-то вот... Сверху на осли. Да. Придя в Ифлием, мы знаем, что не было места. Было ясли. Был хлев. И мы думаем, я очень часто наблюдаю, мы как проповедники пытаемся увидеть в этом некое таинство. И поэтому часто мы как проповедники говорим, это Бог так себя опустил низко, чтобы достигнуть самого низкого. Я думаю, что это не совсем правильная позиция. Он явил себя в таком смирении, чтобы в его смиренном рождении мог явить славу свою Иисус. Когда мы смотрим, Исайя пророчествует в 9 главе о рождении Иисуса, о цели его рождения, он приводит, что Бог сокрушит ярмо, поражавшее, и жест, и трость, притеснительность, как в день медиам. Вот победа Гедеона, она была очень похожа с тем, что делал Бог в рождении Иисуса Христа, в рождении Спасителя. Когда мы посмотрим на Гедеона, Израиль тоже находился в плену и во тьме, в поражении. Это просто стада, приезжали, приходили, располагались, съедали все, опустошали землю, так что не оставлялось ничего живого для Израиля. И Бог пришел к Гедеону и заговорил с ним. Я думаю, что все помнят эту историю. Муж сильный, не бойся, муж сильный, Господь с тобою. Тоже, это то, что связано со словом Эммануил, с состоянием христианства, которое с Богом. И дальше он ему сказал, что иди, я с этой силой победишь. И какая же сила была Гедеона? Гедеона была вот какая в чем сила. Потом он говорит, Господи, как ты можешь через меня спасти Израиль? Если я самый меньший в коллеге. Наша семья самая меньшая, самая слабая в семействе Монасии, и я в семье самый малый. То есть, это говорит о том, опять же, о самом униженном, о самом смиренном состоянии, да Бог пришел к нему. Затем, вы помните, когда он взял армию, Бог сокращал армию до тех пор, покуда осталось 300 человек, против множества, как саранча. Верблюдов было, как песок морской, воинов было, как саранча. И Бог просто, можно сказать, уменьшил, умолил эту армию до незначительного. Писание тоже говорит, что он прежнее время умолил землю. То есть, Бог смирил эту землю. Эта земля Галилея языческая, она была в большом смирении, чтобы однажды там ходил Христос и была явлена слава Иисуса Христа. Однажды возвеличить. Чтобы возвеличить. Но на самом деле это не только, чтобы однажды возвеличить, чтобы там мог возвеличиться Господь. Христос в яслях это пример для всех нас. Есть необходимое смирение, которое нужно нам, чтобы представить Богу место. Бог желает помогать людям. Но, как Гедеону сказал, если будет армия больше, они скажут, что они тут тоже что-то значили. Что их тоже сила что-то сделала. Они, поэтому Бог проповедует нам через послание Рождества. Мария, когда она, исполнившись Духом Святым, она говорила, что ты униженных возвысил, о богатеющихся, о гордых отпустил ни с чем. Поэтому послание Рождества учит нас не только, что нам нужно быть внимательными к Богу, но нам нужно быть смиренными к Богу, предоставить Ему место, чтобы Он явил в нашей жизни свою потрясающую славу. В этом есть сильное послание Рождества. И, наверное, пастор Алакс, в этом огромное отличие от того, каким образом, позволь мне применить это слово, каким образом Бог оперирует людьми и своими сверхъестественными делами и чудесами. Вот таким образом Бог оперирует. В Нагорной проповеди Господь говорит «блаженны нищие». Мы привыкли в этом мире, в светском мире блаженны сильные, крепкие, блаженны такие яркие, сверхзаурядные блаженны. А у Господа другие принципы работы с человеком. Однозначно мы живем сегодня во время компромиссов, когда христианский мир, он упустил эту истину. Смирение это необходимая часть. Пастухи, почему он избрал пастухов? Пастухи это были люди, которые не пользовались никакой доброй репутацией в Израиле. Или авторитета. Никакого авторитета. Их часто обвиняли, они хранили ночные стражи. Это исторические справки говорят о том, что их часто говорили о том, что они это низший класс общества, потому к ним с уважением никто не относился. Но Бог, потому что они были в данном состоянии, избрал их, чтобы они стали участниками его славного послания. Он не поднял ни одного книжника, ни одного фресея, ни одного знатного человека, ни одного вельможа, ни одного кто хоть как-то имел влияние, но меньше чуть гордился. Он избрал самое униженное, чтобы возвысить себя, возвысить сына своего, возвысить свою благодать. И это послание, которое мы должны слышать сегодня. Потому что иногда даже наше толкование, что значит быть смиренным, наоборот говорит о нашей гордости. Когда мы возвышаем свою скромность и готовы унизить всех других, кто туда не ходит. Когда мы чуть имеем форму больше скромную, чем другие, и это возвышаем на уровень святости. Все это не говорит о никакой смирении. Смирение это то, которое имел младенец. Лежал в язле, ожидая славы своего отца. Аллилуйя. Это красота смирения. И это должно вдохновить нас. Это хорошее смирение. На это смирение приходит слава его. Потому что так написано в Писании. Поэтому второе, что нам нужно, смирение. третье, что нам нужно, это готовность принять то, что принадлежит всем людям. Ученики или вот эти вот пастушки, они, им было дано послание, которое принадлежало не только им, но всем людям. Вот как-то они это поняли. Вот быстро, они были книжные люди, их никто не учил благовестью, они не проходили курсы, их не обещали какие-то проповедники самыми яркими свидетельствами, но ангел сказал, мы возвещаем вам великую радость, которая принадлежит всем людям. Написано, они пошли и рассказали всем. Вот всем рассказали то, что сказал им Бог. Бог. Если бы мы, христианцы, вот так же в таком смирении и доверии Богу приняли великую благодать, которая Евангелие, благовестие, которое Христос вручил нам и просто говорили об этом без споров, без каких-то там вот этих дебатов каких-то порой негативных таких, просто людям рассказывали то, что слышали, то, что видели, и то, что нам было сказано. Потрясающе. В этом и красота этого праздника, который мы сегодня имеем, то есть праздник Рождествен. В этом и красота. И как ты говорил вначале, в этом и изящество. В этом и есть радость неба. Взять то, что принадлежит твоим соседям, твоим сотрудникам на работе, твоим детям, твоим внукам, твоим знакомым. Им это принадлежит, им нужно, кто-то должен это занести. И пастухи сделали это блестяще. Они сделали намного лучше, не имея образования, богословских подготовок, семинарий, не имея университетского образования, ничего не имея. Но они имели то, зачастую, что мы не имеем. Они имели вот эти качества, о чем ты так говорил вначале, вот эти качества, и эти качества, они впечатлили Бога. Сегодня вот что впечатляет Бога, пастор Александр, ты этими истинами много делится в проповедях. То есть впечатляет Бога не моя значительность, не моя именитость, это не впечатляет Бога, впечатляет, а вот на кого я презрю, на смиренного и на сокрушенного сердцем и трепещущего предсловом. Вот какие моменты, вот какие аргументы Бога впечатляет. у людей все наоборот, у людей все наоборот, смотрят на имя, смотрят на статус, смотрят на положение, на влияние, вот на что люди смотрят. Ну, так устроен мир в политической сфере, в бизнес-сфере, в экономической сфере, в социальной сфере. Вот так работает сегодня система. У Бога все наоборот, начинается со смирения. У него не только все наоборот, он не согласен это поменять. И поэтому должно всех нас, живущих сегодня, в то время, когда мы верим, что в наши дни, при нашей жизни может состояться восхищение Церкви Иисуса Христа, тем более эта истина должна нас отрезвлять, руководить нашим разумом, потому что Он это не изменил при Его рождении, при первом Его приходе на землю, Он это не изменит, при днее Его восхищение. Вот на кого я презрю. Это истина, это послание, это то, что мы должны с этим быть готовы. Четвертое качество у них была вера, которая делала и действия Боги поспешными. Написано, и они, когда ангелы ушли, они поспешили. Когда Марии сказал ангел, она поспешила к Елизавете. Есть некая поспешность. Вера, когда появляется в нас вера, когда мы принимаем какое-то послание от Бога, Слово Господнее, мудрость от Бога. Я считаю, у Бога есть некий секундомер, который Он хотел бы измерить нашу жажду. Но, к сожалению, многие христиане, Он закончился, все его лимиты, мы только думаем. Сколько сегодня людей сидят в церквях, где проповедуется Божье Слово. Я уверен, что в каждой церкви провозглашается Божье Слово. На разном уровне. Наш талант иногда помогает что-то понять больше, но не от нас зависит, зависит от работы Святого Духа. И сколько Бог посылает сегодня Слова, призывов своего огня, своего дыхания жизни. И так немногие люди сегодня с поспешностью отвечают на Его призыв. Но это принцип Его царства, это качество людей, живущих в царстве, потому что слово царя, действие царя, движение царя, это не просто какое-то предложение присоединиться. Это требование, это маст, это условие, без которого невозможно двигаться дальше. И мне кажется, вот в этих простых людях открылись качества, которые понравились Богу, которые Он хотел бы, чтобы было бы в жизни каждого верующего. Если бы действительно мы бы очень быстро реагировали на Его Слово, мы бы видели бы Божьи дела и чудеса намного больше, намного ярче. и прославлялось имя Господне. Смотри, апостол Александр, я вспоминаю статистику 15-летней давности, которая гласила 15 лет назад. На сегодняшний момент, я думаю, что эта цифра и сумма увеличилась. Я приложу толкование сейчас. 15 лет назад статистика гласила, что для того, чтобы перевести в Америке человека с улицы в церковь, в Американскую церковь, чтобы евангелизировать человека, чтобы он попал в церковь и стал примерным членом церкви. Требовалось, это было 15 лет назад, около 6 тысяч долларов потратить на одного. На сегодняшний момент из-за инфляции, из-за всех остальных факторов объективных и субъективных эта сумма значительно больше. И вот смотри, я вот так внимательно тебя слушаю, думаю, а пастухи же не имели 6 тысяч долларов, вот они же не имели, и Христос не имел 6 тысяч долларов, но они имели что-то другое, это то, о чем мы с тобой говорим сегодня. Их сила не заключалась в долларах, в программе, в оборудовании, в рекламе, еще каких-то там примочках, которые сегодня мы часто прибегаем, чтобы как-то пошевелить слушателям, их сила заключалась в простых вещах, в тех, которых мы перечислили, потому что вот эти вещи на самом деле это оружие, против которых нет защиты. Смирение это такая красота, да, люди иногда отвергают, не понимая почему, но смиренный человек самый красивый человек, он никому не мешает, он ни с кем не состязается, он просто есть, и его просто нету. Даже Богу это настолько приятно, даже ангелам было настолько приятно, что они открыли небо. Поэтому мне кажется, что вера, которая очень быстро пробуждает людей в послушании к Богу, к действиям, которые призывает Господь, это примерно скажу так, вот пастухи пришли к Марии, нашли, вот в их вере есть что-то экзотическое, ангел им сказал, вот вам знак, вы найдете в пеленах лежащего в яслях, но в Вифлееме точно были не одни ясля, и не было сказано иди на дорогу называемая такая-то, там в доме Кожевника, в его Хлеву, вот есть такое событие, но вот он знает, идите, ищите, есть некая сила Божья, сопровождающая, вот, помогающая верующим людям, и когда они свидетельствовали, они не свидетельствовали через два месяца, знаешь, забыл тебе рассказать историю два месяца, это было два месяца спустя, и уже человек не будет слушать, если два месяца спустя для тебя было неинтересно, они рассказывали сразу, это, наверное, была ночь, в кого-то на рассвете, возможно, они сдали свою ночную стражу, шли домой, в то же утро, они вот в таком восхищении рассказывали то, что сказал Мангел, и то, что это нашли они, и люди дивились, и люди радовались, вот в этой поспешности, вот когда еще из дыхания жизни, когда есть свежесть переживаний, оно всегда указывает на Бога, всегда говорит о Его присутствии, Его дела. не думаешь ли ты, что имея такой, как бы подобрать это слово, божественный GPS, духовный, небесный GPS, имея внутри вот этот GPS, Global Position Satellite, как сказать по-русски, GPS, вы понимаете, что такое GPS, потому что у вас айфоны, и вы ищите адрес по GPS. Я имею виду, имея вот этот GPS, духовный, который Бог дает Духом Святым, мы никогда не пролетим, то есть мы никогда не потеряем ориентир. В жизни мы всегда найдем с Божьей помощью те координаты, куда нам надо попасть. Без этого GPS, который имели пастухи, а ну-ка. Я даже добавлю больше. А ну-ка. Это не только GPS, это сила, потому что ангелы им сказали, мы возвещаем вам великую радость. Наверное, нет, мы все пользуемся источниками питания, но для человека нет больше силы питания для души человека, для духа человека, чем радость. Вещи, которые приносят нам радость, они пробуждают в нас некоторую силу. Вот почему написано царство небесное не пища и питье, но что? Ну радость, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Вот эти качества, вот эта радость, она должна стать источником. Если бы христиане были, я расскажу такое раньше, когда мы, я был, больше имел времени, хотя у нас сейчас много миссионерских занимаются, в церкви занимаются другие люди, но раньше я тоже участвовал о личном поездках, организовал молодых людей, вот что я замечал, мы ездили, допустим, в Севастополь, в Крымскую область, в Херсонскую область, вот, и что я замечал, что наши молодые люди, которых наполнял Дух Святой, у них даже не было такой слаженной речи, они уже потеряли наши славянские языки, они ломано, где-то даже смешно на них говорили, но само их присутствие, я их посылал, идите в магазин, идите к тому ларку, идите, просто будьте среди людьми, и когда они вас заметят, и заговорят с вами, пригласите их вечером на собрание, и когда они приходили, я спрашивал у людей, скажите, пожалуйста, я очень хочу знать, что вас привлекло сегодня на этот вечер? Они говорили, мы увидели в этих людях жизнь их в глазах, в этих ребятах, в этих ребятах, услышали в их голосе некую радость, которую мы не имеем, вот это привлекает, вот этого мы хотим, вот поэтому мы слушали тебя сегодня, пастор, не потому что там, ну, мы прочитали твое имя, это самое мы, захотели то, что мы видим в их, вот эта радость, которая была у пастухов, она была, как есть такое в английском выражении contagious, по-русски где-то заразительное, в добром смысле слова, она передается, она захватывает, поэтому ангелы возвестили, мы возвещаем вам великую радость, сегодня, к сожалению, мы имеем такие комфортные условия, мы не знаем, что кушать сегодня, холодильники нашего народа набиты, и каждые 15 минут люди подходят, открывают, посмотрели, закрыли, потому что как-то еще не состыковались с какой-то продуктом, который они видят, мы имеем изобилие, мы можем позволить себе поехать куда-то на отдых, мы можем все, дети сегодня, я спрашиваю своих внуков, что вам купить, какие подарки вам сделать, чтобы удивить вас, они говорят, дедушка, я не знаю, вау, вау, я так подумал, это признаки изобилия, но радости, где радость, а радости нет, потому что радость, она приходит от Бога, она в вести рожденного Иисуса, она в жизни, вот в этих качествах жизни, которые мы видим вот в этих пастухов в момент Рождества, это Божье для нас повествование, это не просто пастухи были такие классные, это то, что учит нас, я мог бы взять любую историю о Рождестве и все эти качества, взять Елизавету, взять Захарию, взять Марию, любого из героев, или Иосифа даже, или Иосифа взять, все эти качества в каждом из них, потому что это Божье послание для нас, в этом есть красота Его Царства, Он Царь, который заботится о нас, Он Царь, который насыщает нас благом, Он Спаситель, Ему дадут имя, Он чудный, Он советник, Он Бог крепкий, Он Отец Вечности, это Он все во всем, все, что нам нужно сделать, это представить Ему место, вот нашим, вот этими всеми, о чем мы говорим, поэтому радость, это потрясающее качество, которое нам абсолютно необходима. И все эти вышеперечисленные качества приводят нас к такое, я бы сказал бы, триумфальному заключению. Ангелы, когда ангел возвестил, тогда явилось великое множество ангелов, и они пели следующие слова, они пели «Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения». Ангелийский перевод говорит более ясно, но я бы очень хотел, чтобы мы увидели в этих словах, Бог говорит о сочетании неба и земли, Эммануил, Бог с нами, Мария, Господь с тобою, Гедеон, Господь с тобою, а седьмая глава Исаия в силам знак «Все девы зачерет и родит сына, и на реку чекает ему имя Эммануил». Вот единение Бога с человеком это потрясающая реальность, в которой мы приведены через рождение Иисуса Христа, потому что вышних слава на земле мир, как будто бы и небо, и земля имеют вот эту взаимосвязь, взаима. И английский перевод говорит так, что «И те, которым благоволит Господь, будут иметь мир». То есть благоволение Божье не ко всем людям. Оно открыто для всех, оно возможно для всех, оно принадлежит для всех, но все равно есть некий отклик на проповедь Рождества, есть некоторый призыв, есть некоторые условия и условия принятия, наверное, очень практичные и выраженные в том, что мы говорили, и тогда слава Ему, а в человеке мир. А Бог Всевышний, Он обитающий в небесах, но Он с нами, Он с человеком, а это потрясающая, потрясающая радость. Я вот думаю, Эммануил, что значит с нами Бог. А смотри, Лука, он интерпретировал, что такое Эммануил. И вот как бы хотелось, я вот думаю о молодых людях сегодня, которые в наших церквах, в наших рядах, в нашем обществе, как мы говорим, воцерковленная наша молодежь, хотелось бы, чтобы вот такие толкователи, чтобы Бог воздвигал сегодня таких толкователей, которые знают божественные истины и могут их истолковывать, могут интерпретировать. Для этого много не требуется. Для этого не требуется заурядная мудрость, или, как я временами говорю, семь пядей во лбу, для того, чтобы, зная, имея то, что Бог дал тебе изложить это в таком ракурсе, чтобы это притягивало людей. Вот, как ты говорил, молодежь, это хороший пример, то есть их, этих людей, которые все-таки чего-то искали, не знали чего, но их магнитом потянуло то, что мы называем вот это выражение Божьей любви в глазах, и это их привело. Поэтому вот это вот Эммануил, что значит с нами Бог, наша постоянная молитва, чтобы побольше вот таких толкователей, что значит, что значит, если мы в простой форме, в простой форме, незаурядно, вот как ты, вот, как мы с тобой говорим, доступным языком, Бог настолько, он доступен в своем изложении, что даже ребенок может понять его. И форма его изложения настолько, что даже профессор какой-то, академик, он может, для этого, как ты говорил, вера требуется, он может принять это. Несмотря на то, что он знает, как звезды вращаются, как галактики меняются, где они между собой пересекаются, от младенца до светила науки сегодня, лауреата Нобелевской премии, они в состоянии понять это. Вот, вот, и это то, что Дух Святой дает. Юрий, я хочу, наверное, обратиться ко всеми, к родителям, то, что ты говоришь. Меня очень радует сегодня и очень впечатляет, что Бог сегодня поднимает очень много молодых людей, которые зажжены Господом. Конечно, они встречают на своем пути культуру, в которой мы живем. Им намного сложнее, чем родителям отцам их, потому что общество, в котором мы находимся сегодня, намного многоградное, развратнее, свободнее, и влияние, которое они испытывают на себе посредством всех социальных сетей, всяких отношений, колоссально огромное. Но при всем этом, я хотел бы сказать, Аллилуйя Господу, потому что Божий свет, он сильнее всякой тьмы. Божье слово, оно сильнее, оно поднимает молодых, и не только молодых, оно зажигает сердца и братьев. Я смотрю, что Бог делает в жизни молодых людей в нашей церкви и в тех церквях, где проповедуется Евангелие. Но одним из больших препятствий для молодых людей является христианство, которое практически не ценит эти ценности. А если и ценит, то в своем интерпретации. Они интерпретируют их только так, что практически они льют воду на мельницу своих взглядов, своих интересов, своих качеств, но не Господа. Поэтому очень хотелось бы пожелать, чтобы родители, пожалуйста, пусть вашим сердцем не руководит какой-то страх, что ваши дети, они дают в мир. Позвольте быть, станьте для них примером, что это для нас, да, сообщение? Нет, это не для нас, да. Станьте для них примером, вот то, о чем мы говорили, это обычное внимание Господу. Если ваши дети увидят, наверное, самым ярким для меня было в моей жизни моих родителям, я просто был всегда опечатлен тем, что они не только проповедовали, они только служили другим, но я видел, насколько они трепетны были, не в букве, не в букве, не каким-то вот, ну, хорошим, даже хорошим традициям и усталам, это тоже они чтили, но они чтили голос, говорящего Святого Духа, который говорит к церквям, и не просто бегая по всем закоулкам, где бы что-нибудь услышать, они искали его в своей комнате, в тайной комнате с Писанием, поэтому уже любой родитель или служение церкви, оно должно говорить о том, что служитель это тот, кто бдит, кто внимательный, кто несет стражу, чтобы не пропустить не то, что там делается справа, слева, сзади или спереди, а то, что делается вот Господа, царствие его, в слове его, если состояние нашего смирения, оно действительно говорит о том, что мы никто не полагаемся на себя, не играем, хотя бы много об этом говорят, но на самом деле мы, люди, часто чтим наши достижения, наши качества, я там уже не грешил или грешил меньше, пару лет уже, я смотрю, у христиан растут такие крылья, такие большие, они уже готовы всех наставить, это не заканчивающийся смирение, он не перестающий процесс, когда мы отдаем Богу его праведности в нашей жизни, когда мы готовы, когда мы принимаем то, что мы живем, людям, когда наша вера делает нас поспешными, когда наша вера делает радостными, когда эти качества нравятся Богу и людям, и мы видим и небо, и землю, сходящуюся, соединяющуюся вместе, поэтому Христос нас учил всегда, придет твое царствие, да будет на земле, так как на небе. Я слышал якобы вопрос наших зрителей, возможен ли мир на земле, исполнится ли вот это такое возвышенное воззвание к пастухам, вышних Богу и мир на земле. Друзья, только лишь в Иисусе Христе апостол Павел Кефесянам говорит, по-моему, во второй главе, по-моему, одиннадцатый стих, он мир наш, там он это в контексте говорит относительно иудеев и язычников, соделавший их из обоих одно, и разрушивший стоящих посреди преград, мир возможен, мир в Иисусе Христе, в настоящем, реальном Иисусе Христе, он возможен. Я думаю, что пример, он есть князь, Христос, князь мир, я думаю, что если мы должны научиться что-то о мире, значит у него, а в него был такой мир, он жил, он пришел в самое тяжелое время в истории человечества, голос Божий не звучал четыреста лет, язычники были везде, импакта не было тогда, ни импакта, ни проповедников, ни пророков, ни тот, кто утешает, ни тот, кто даже были служения в храме и в синагоге, но эти служения Христос сахарактеризовал очень, как та же служение тьмы, работы не просвещающей, не несущей свет для людей, но вот как он жил среди римского, можно сказать, тирании, римская тирания была очень сложная и на каждого человека, на каждого жителя страны был наложен бремя Рима, каждый должен был нести это бремя, но вот как Христос, он имел внутри себя мир, нет, он не был безучастен, он отдал себя, чтобы спасти человечество, он себя отдал на крест, но при этом он демонстрировал мир упования на Господа, на своего Отца, и именно вот этот дуэт со своим Отцом в Духе Святом помог ему не только видеть проблему, но решить проблему, поэтому в лодке он спал, ученики кричали от ужаса, а он спит на корме, имея мир, имея мир, ученики видя, что пришли брать Христа, бежали и отрекались от Него, а он просил Господи, не вменяем греха этого, вот мир, он приходит, он неземной, он Божий, и его принес для нас Христос Святым Духом. У нас осталось полторы минуты, очень интересная, глубокая тема, и вместе с тем она доступна для ребенка, она доступна для всех, без исключения, потому что спаситель для всех людей, спаситель для всех, является ли он сегодня спасителем для тебя, для твоей семьи, лично для твоей жизни, спасен ли ты, вот такой вопрос, очень-очень прямой вопрос, спасен ли ты, пусть Дух Святой вот сам проговорит твое сердце, Александр, минута у тебя есть, обратись, я хотел бы обратиться, даже не спасен ли ты, а почему ты медлишь, ведь потрясающий дар, предложен для тебе Богом, брат, сестра, молодой, пожилой, тебе во Христе дано все, что только может дать Бог, он не может дать ничего большее, потому что все отдам, и поэтому что мы медлим, когда Христос возносился, ученики смотрели, явились им белых одеждах, мужик сказал, почему вы тут еще стоите, отец, я просто прошу тебя сегодня, да, каждое сердце через это слово, твоим прикосновением Духа, коснись до глубины, пусть поднимется вера, пробудется желание, пусть от Господа придет чудесный ответ, и пусть праздник Рождества Господь принесет Иисуса в каждое сердце, и жизнь Христова в каждый дом, мы просим во имя Иисуса, аминь, пастор Александр, спасибо огромное, пусть Бог благословит семью также с праздниками и церковью, и служение тебе лично, спасибо за эфир, за участие, и за слово, Иисус Христос любит вас много и велико, будьте благословены, с праздником Великого Рождества и с наступающим Новым Годом, будьте благословены, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»